До Нового года остается всего 4 дня. Это совсем немного времени для того, чтобы петербуржцы смогли подготовить сакральную составляющую этого самого новогоднего Рождества праздничный стол. Сегодня в студии программа «Степень защиты» профессор университета ИТМО, декан факультета биотехнологии Александр Ишевский. Александр Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте поговорим о том, каким должен быть этот новогодний стол. Как сочетать напитки и закуски для того, чтобы не оказаться лицом в салате или в полицейской. Вспоминаются слова профессора Преображенского. Только купечество оперировало, пользовало холодные закуски. Настоящая, настоящая интеллигенция всегда закусывала горячим. И тогда никаких последствий не будет. Сделайте жульет, сделайте горячие бутерброды, маленькие горячие бутерброды. Сделайте яйцо пополам, разрезается, забивается туда сыр. И все это ставится в микроволновку или в духовку. Сверху зеленью посыпается, вот такой пятиминутный вообще горячий бутербродик. На яйце он абсолютно обволакивает желудок. Он связывает алкоголь. Он не дает как бы избытку алкоголя действовать на печень и ферменты забивать. Два правила. То есть все дело в дозе, понимаете? Ну, нормальный мужчина с нормальным здоровьем, я считаю, ну, за весь новогодний вечер он может выпить 200-250 граммов крепких напитков. Миллионы россиян традиционно предпочитают выставлять на этот самый новогодний стол самые лучшие продукты. Но среди них обязательно присутствует аливье, селедка под шубой и другие блюда, хорошо приправленные майонезом. Говорят, это вредно. Говорят, что нужно картошку традиционную заменять на какой-то топинамбур. Расскажите, пожалуйста, действительно ли стоит менять сложившиеся годами традиции и идти на поводу вот у этих современных модных советов? Ну, если вы хотите испортить себе праздник, меняйте картофель на топинамбур. Хотя я не понимаю, с какой целью это делается. Картофель настолько калорийный, да, крахмальная составляющая есть, но топинамбур обладает свойством избыточного сахара. Вот, вы знаете, удивительная вещь, но у нас в обязательном порядке присутствует всегда набор из трех тяжелых салатов. Оливье, селедка под шубой, и наш, отвечу, Берлену, проклятым французам, 76-й год, салат мимоза. Прекрасное блюдо. Потому что был дефицит определенный, когда доставалась баночка лосося, то потом это все с яйцом, с рисом, со всеми вот... И опять майонез волшебный сверху. Дело все в том, что, понимаете, беда наша в том, что мы же готовим Оливье и все эти тяжелые салаты не на Новый год. Мы же готовим с расчетом, что мы с ними еще встретим Рождество. И семь дней салат храниться не может. 48 часов он живет с гарантией, 72 часа он живет под вопросом, 96 часов это как бы уже... Ну, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. То есть праздник может превратиться в поминки, если салат Оливье хранит неделю в холодильнике? Да, через неделю вы увидите всегда, если будут у вас заправлены майонезом, однозначно, потому что... Какие яды выделяются в этом случае? Окислы выделяются, окисляется жировая составляющая, выделяются альдегиды, кетоны. Последняя стадия это разложение, когда аммиачный вкус, аммиачный запах присутствует. Это уже разложение мелка началось. Действительно, хозяйки предпочитают покупать дорогие продукты к новогоднему столу. Скажите, гарантирует ли цена качество сейчас в нашем мире? Ну, в общем, да. Но перед Новым годом нет. То есть вот я однозначно могу посоветовать. Не надо бегать за красной икрой, там, кижучей или нерке. 90% что у вас будет просто икра киты. И самое главное, что переплатив вдвое, вы не почувствуете никакой разницы. Ну да, там более крупное зерно, да, более такой слоноватый вкус. Но принципиального отличия никакого нет. То же самое, если вы готовите, скажем, салат оливье. Купите обычную колбасу, которых сейчас достаточно, они в пределах там вареной колбасы, ну, 170-220 рублей. Она в салате. Она в салате. Но ведь вы, наверное, обращали внимание, что современные колбасы, если, например, положить их на сковороду, да, и пожарить, они превращаются в сухарики в окружении лужи жира. Вот это что такое? С чего их сейчас делают? Может, они тоже ядовитые? Это плохая колбаса. Вот фарш, из которого делаются колбасы, это белок, жир, вода. Если соотношение этих компонентов единица 0,8-0,8, то никакого функциональных добавок мне не надо. Естественно, сейчас я хочу сэкономить. Самая дорогая составляющая – это белок. Самая дешевая составляющая – это вода. И я стараюсь белок уменьшить, а воды влечь побольше. А для того, чтобы правильно у меня связалась вот эта вот в единую коллоидную систему, я добавляю функциональные добавки. Каким последствиям может привести употребление таких некачественных продуктов, если мы говорим о колбасе в частности? Мы путаем два понятия – качество и безопасность. Безопасность необсуждаема. Я ни в коем случае не рискну даже играть с этим понятием, потому что, как производитель, несу уголовную ответственность. А вот качество его составляющего, то, что мы называем мясной вкус, сопутствующий послевкусие, кусаемость – вот это все будет зависеть от цены вопроса. Спасибо, Александр Леонидович. Это были советы от профессора декана факультета биотехнологии ТМО Александра Ишевского.